Приветствую всех! Продолжаем разбираться с программированием пользовательского интерфейса использованием библиотеки Qt языка C++. В прошлый раз остановились на рассмотрении технологии ModelView. Мы сделали модель данных, подготовили несколько виджетов, для отображения этих данных, провели некоторую работу над ошибками, поговорили о том, как эти ошибки искать, насколько это важно. Ну и наконец подошли к завершающему этапу рассмотрения технологии ModelView. Это вот оставшиеся части, которые мы рассмотрели. Это про делегаты поговорить, нужны про модели прослойки. В прошлый раз мы остановились на вот этом участке кода и после наших преобразований этого кода исправлений ошибок получилось так, что мы явно увидели повторение кода. Вот раз, два, три. Вот эти строки они у нас абсолютно идентичны для разных классов. TreeView, TableView, ListView. И вот в качестве разминки сегодня разберем решение этой проблемы с повторением кода и пойдем дальше. Я сознательно несколько усложнил решение. Здесь в общем-то можно было написать обычный метод класса, который это все дело выполняет. Эти строчки перенести в один метод и вызывать его для разных представлений. Ну вот чуть-чуть больше поговорим об решении этой проблемы. В связи с чем? То есть если вообще в лоб просмотреть решение этой проблемы, то вообще говоря, классы-то разные. А это значит, что мы должны для каждого класса написать отдельный метод, ну либо сделать шаблонный метод, который в зависимости от типа выполняет одни и те же действия. Это в общем такая стандартная ситуация для использования обобщенного программирования, когда мы хотим для разных типов данных выполнить одно и то же действия. И здесь мы наталкиваемся на одну особенность, которую тоже, к слову, хотелось бы заметить. Она явным образом не относится к теме. Но тем не менее, это особенность использования библиотеки Qt в связи с обобщенным программированием языка. Для того, чтобы продемонстрировать, я вот подготовил короткий кусочек кода. Он здесь закомментирован. То есть здесь классическое использование обобщенного программирования создания шаблона класса. Это с точки зрения языка C++ абсолютно нормальная конструкция. Нормальная конструкция. Шаблон для некоторого типа данных. Дальше мы создаем класс. Наследуем его от некоторого виджета кутешного библиотеки Qt. И дальше внутри класса объявляем, например, тип данных. Именно того типа, который мы указали в шаблон. То есть с точки зрения C++ здесь все нормально. Но с точки зрения библиотеки Qt, если мы хотим использовать всякие там слоты, сигналы и прочее, мы должны написать здесь макрос QObject. Этот макрос дальше у нас будет использован мета объектным компилятором для генерации дополнительного кода такого класса. В этом случае у у нас возникнут проблемы. Поскольку мета объектный компилятор, он у нас ничего про шаблоны не знает, и он генерирует код для файлов исходных текстов типа cpp. А как мы знаем шаблоны языка C++, их нельзя объявлять, ну точнее можно конечно, но там только внутри файла C++ будет шаблон использован. А если мы его объявляем в заголовочном файле, то значит его нужно и реализовывать все его конструкции в заголовочном файле. Вот эти проблемы они приводят к тому, что мета объектный компилятор с шаблонами работать не умеет. То есть он генерирует файлы типа cpp. И в общем создавать классы, шаблонные классы, которые наследованы от Qt и использует макрос QObject и подхватывать с объектным компилятором нельзя. То есть если мы вот это сейчас оставим, попробуем скомпилировать наш проект, у нас возникнет ошибка именно внутри мета объектного компилятора. Поэтому вот это ограничение, которое здесь к слову, о котором хотелось бы сказать, это ограничение связано с макроспием Qt. Так делать нельзя. А вот возвращаясь собственно к решению возникшей у нас проблем повторения кода, создавать шаблонные методы можно и вот например можно сделать так. Создать шаблонный метод статический класса нашего QMainWidget, который будет делать все то, что нам нужно сделать с тремя нашими объектами. То есть задание заголовка, настройка способов выделения, установка модели и модели для выделения объекта. Вот все то, что у нас делается для каждого из трех наших классов и объектов, мы можем сделать в одном методе. Если у нас будет шаблонный метод, то нам не придется здесь больше никаких конструкций писать. Язык сам разберется, с какими типами ему работать. То есть мы в шаблон параметры передаем три типа. Это для класса представления, для класса модели главной, для модели выделения данных. Дальше передаем это все дело в качестве параметров метода статического, а он с ними производит какие-то операции. Это будет работать вполне. Но здесь надо помнить о том, что поскольку у нас типы разные, соответственно для каждого из этих типов будет генерирован в результате компиляции отдельный код вот этого метода. То есть вместо одного метода будет создано три метода. Ну а если мы не хотим, чтобы у нас создавалось три метода, тогда нам придется воспользоваться механизмом виртуализации методов и вызова виртуальных функций. И тогда можно уйти от создания трех методов. Для этого воспользоваться типом данных, который является общим предком для всех трех типов. Для 3View, TableView и ListView. Этот тип данных называется у нас Abstract ItemView. Вот он. И он дальше является наследником для всех этих трех типов данных. Можем его использовать в качестве параметра метода класса. То есть не забивать этот параметр в шаблон, а наоборот его удалить отсюда. И передавать в качестве обычного параметра статическому методу. Такое решение, оно в общем-то для нас выглядит более приемлемым и логичным с точки зрения неповторяемости кодов, в том числе и в результате компиляции. Но здесь тогда надо помнить о том, что если мы используем абстрактный класс и виртуальные функции, а вот эти все методы являются виртуальными, тогда это приведет к тому, что у нас эти виртуальные функции будут вызываться. И значит это приведет у нас к тому, что будет работать тогда таблица виртуальных функций. Ну немножко у нас замедлится работа. Хотя здесь вот то, что здесь используются виртуальные функции, это не факт. Давайте попробуем проверить, чтобы нам в процессе... Да нет, вот все-таки действительно это виртуальная функция. Например, метод setModel, который мы используем здесь в коде, вот этот, он виртуальный. А это значит, что все-таки у нас будет использован механизм вызова виртуальной функции. То есть что это такое? Это мы, значит, за нас компилятор создаст код, который при получении указателя на вот этот абстрактный класс и при вызове для него виртуального метода setModel, он сначала посмотрит, к какому на самом деле классу относится этот метод. По таблице виртуальной функции перейдет этот метод и его вызовет. Но это, соответственно, тоже потратит какое-то время. Поэтому, если нам нужна какая-то эффективность программирования, как правило, она для пользователя интерфейса нужна редко, но тем не менее, если вдруг она нужна, то нужно для себя самому решить. Либо мы хотим эффективности в выполнении кода, либо мы хотим компактности в генерируемом коде. И в зависимости от этого используют либо шаблоны, либо вообще можно этот шаблон убрать, оставить статический метод обыкновенный, передать ему уже конкретные типы, потому что здесь модели данных, они тоже, кстати говоря, общие используются для всех трех классов. Ну, значит, в данном случае тогда как бы шаблон не нужен. Но здесь, почему я его все-таки оставлю, потому что мы можем, вообще говоря, модель поменять каким-то образом, использовать другую, и, в общем-то, тогда нам не нужно переписывать тут параметры для модели, либо тоже сделать указатели на абстрактную модель, тогда опять-таки будут использоваться виртуальные функции. То есть здесь вот, в общем-то, каждый сам для себя решает, как ему удобно. Ну вот я оставлю шаблонный статический метод класса для того, чтобы продемонстрировать просто, что в классах, которые наследуются от классов Qt, статические, вернее, шаблонные методы используют можно. А вот создавать шаблоны классов нельзя. Для этого, собственно, я этот шаблончик оставлю. Ну, а возвращаясь к тому коду, который мы, собственно, пытались упростить, мы получаем, что можно вот эти строчки удалять и вместо них использовать строку одну только, вызов нашего статического метода. Сейчас я проведу удаление и поясню, как используется этот метод. Так, вот это нам тоже надо удалить. Значит, здесь код тоже, в общем-то, похож для всех трех объектов. Мы сначала объект создаем, а дальше добавляем его же в объект класса MDI Area, вызовом метода AddSubWindow. Таким образом, у нас на одной области появляются три встроенных как бы окошка внутри этой области. Но мы не просто добавляем указатель на этот объект, а через созданный нами статический класс ConfigViewWidget. А он у нас написан таким образом, что он, принимая на вход указатель на наш на наш класс представления данных, выполняет с ним некоторую настройку, которую мы ему определили и дальше возвращает этот указатель тому, кто эту функцию использует. Это нам удобно сделать. То есть мы можем тогда вызывать внутри других функций этот метод. И вот это нам позволяет таким образом написать элегантный код вызова метода настройки и дальше передачи результата работы этого метода, методу AddSubWindow. Вот. В остальном у нас остается все то же самое. Таким образом, в целом код создания вот этой области, отображение данных, он сокращается серьезно и проще читается. Давайте запустим компиляцию для того, чтобы проверить, что мы никаких опечаток не допустили. Можете видеть, здесь происходит как раз запуск мета-объектного компилятора для класса Common Widget. Если бы мы там оставили объявление класса, вот этого шаблонного, здесь бы как раз возникла ошибка. Можете это проверить в качестве самостоятельного упражнения делать. Ну, в остальном у нас все то же самое остается. Дождемся генерации кода, запустим получившийся исполняемый файл, чтобы проверить, что у нас ошибок не возникло. Например, удалим какой-нибудь объект, удалился. Ну, первичная проверка показывает, что вроде все работает. Теперь, собственно, вернемся к основной теме сегодняшнего ролика. Это модели прослойки и делегаты. В одном из предыдущих роликов, когда я делал некоторый анонс сегодняшней темы, я говорил о том, что, в общем-то, мы с моделями прослойки уже сталкивались, когда говорили про выделение объектов. Selection Model, который мы уже использовали, вроде как тоже можно считать модели прослойки. На самом деле, при детальном рассмотрении это не совсем так оказалось. То есть здесь я несколько заглуждался в своих суждениях. Тем не менее, вроде как это похожа модель на прослойку, на самом деле она ей не является. И вот, чтобы чуть более детально про это отобраться, собственно, сегодня первое, о чем надо поговорить, это про модели прослойки. Для этого сначала обратимся к картинке, которая у нас присутствует в документации, посвященной как раз технологии ModelView. Вот она эта картинка. Для того, чтобы понять, как работает модель прослойки, я эту картинку слегка преобразовал. Я сейчас ее покажу. Вот она. С модель прослойки, ну, прокси, собственно. Прокси это можно перевести как прослойка, либо как посредник. Из этих же соображений прокси сервер называется прокси сервером. Она выступает как промежуточное некое абстрактное звено между данными и представлением. В общем-то и модель в данном случае, вот если на левый рисунок посмотреть, она тоже вроде как выглядит как промежуточное абстрактное звено. Если у нас данные хранятся в отдельном классе. Ну, если у нас данные хранятся внутри вот этого нашего класса, вот этой сущности, то тогда она сама по себе является представлением данных. Вернее, данными. А вот прослойка, она как раз как дополнительная. И, в общем-то, этих прослоек можно тут придумывать много. Для чего это? Непонятно сначала вроде как. Ну, это нам нужно для того, если мы хотим как-то данные, которые нам выдает базовая модель, основная модель, как-то преобразовать. То есть выводить не так, как их выдает базовая модель данных, а как-то видоизмененным образом. Например, отфильтровать эти данные, то есть выводить не все данные, а по какому-то условию. Или изменить порядок их вывода. При этом не меняя конструкции основной модели. То есть не залезая внутрь этих данных, которые у нас в основной модели обрабатываются, или представляются, выдаются, или хранятся. Мы хотим эти данные как-то преобразовать. Ну, двумя классическими примерами такого рода является, собственно, сортировка и фильтрация. Сортировка – это если мы хотим данный порядок изменить. Ну и фильтрация, если мы хотим не все выводить. Как это работает? Прокси модель, модель прослойка создается как отдельный объект. Он забирает себе ссылку на основную модель. А дальше все остальные объекты, представления, делегаты и так далее, они работают уже с прослойкой. Получается, что вот эти вот объекты, которые там представляют данные и так далее, они вызывают методы, собственно, те методы, которые у нас в абстрактном классе, abstract item-module представлены, которые мы объявляли, создавали и так далее. Вот все эти методы вызываются для модели прослойки. А, соответственно, модель прослойки вызывает эти же методы у базовой модели после некоторого преобразования. То есть она хранит себе информацию о преобразовании, порядка или фильтрации и, соответственно, вызывает для соответствия. То есть, по сути дела, преобразуются на самом деле даже не данные, а индексы. То есть, если у нас порядок следования изменился, то нам нужно индекс, который здесь в прокси модели существует, преобразовать к индексу, который у нас в базовую модель, чтобы сослаться на тот объект, который нам в самом деле нам нужен. Вот так работает прокси модель. Теперь давайте, собственно, разберемся с моделью выделения. А выделение объектов, оно, получается, не является такой прослойкой, потому что оно, как бы, стоит несколько отдельно. То есть, представление, оно получает информацию и из модели, с которой она работает, с моделью прослойкой, либо с базовой моделью, и из модели выделения. То есть, selection model, класс QselectionModel, он, в общем-то, стоит как бы сбоку. То есть, не в иерархии, как модель прослойка, а отдельно, сбоку. И это, собственно, легко проверить. Если мы перейдем в описание класса ItemSelectionModel, то увидим, что он наследуется от CoObject. То есть, не от абстрактной, а абстрактного класса ItemModel. Вот этот вот CoObject. ItemModel, который в себе уже дальше содержит все эти файл, системы, модулы и так далее, там, listModel, Proxy, Mono и так далее. А, собственно, непосредственно от CoObject. И у него набор методов оказывается совсем другой. Ну, это вот такое некоторое заблуждение разрешилось, которое я сам себя в это заблуждение поместил. Думал, что модель выделения она прослойка. На самом деле нет. Вот. А мы сегодня поговорим про прослойки, модели прослойки. И в качестве примера рассмотрим модель, абстрактную модель сортировки, прослойки сортировки. Ну, вот у нас есть SortFilter ProxyModel. Кстати, вот здесь в качестве примера, другого примера, можете сами посмотреть модель Transpose ProxyModel. Это у нас модель, которая занимается транспонированием отображаемой таблицы данных. То есть столбцы становятся строками, строки становятся столбцами. Мы про это сейчас не будем разбираться, а попробуем использовать модель сортировки. Для чего мы его будем использовать? Запустим наше приложение и посмотрим, как бы нам это можно было использовать для сортировки. У нас отображаемые данные выводятся либо в списке, либо в таблице, либо в виде дерева. И неплохо бы сделать так, чтобы мы могли в зависимости от тех данных, которые здесь представлены, отображать их в отсортированном виде. То есть не только в том, в котором мы их тут добавили или отобразили, но и, как это часто реализовывается в подобного рода интерфейсах, использовать заголовки таблицы в качестве управляющих кнопок для сортировок. То есть вот здесь, как можно видеть, у нас нажимаются эти заголовки, но ничего не происходит. А нам бы сделать так, чтобы это нас приводило к сортировке данных. Для этого, собственно, как раз очень хорошо подходит у нас модель прослойка. Мы сейчас ее попытаемся использовать. Для этого можно посмотреть, в общем-то тут в документации опять-таки все достаточно просто изложено. Вот здесь, если присмотреться, у нас создается, например, отображение. Дальше для этого отображения создается основная модель. Дальше создается модель прослойка, сортировка. Для этой прослойки указывается основная модель данных, а для отображения задается модель, собственно, прослойка. То есть не основная модель, как у нас сделан, а модель прослойку. И, в общем-то, этого достаточно. Ну, на самом деле, не совсем достаточно. Еще нужен вызов метода. Вот здесь вот как раз setSortInEnabled. Вот он здесь как-то особняком написан. Это тоже нужно. Вот. То есть это вот то преобразование, которое нам нужно сделать для нашего кода, чтобы у нас работала в наших представлениях сортировка. Что мы сейчас и попытаемся проделать. Для этого сделаем переменную класса SortInModule. Определим ее в указатель на нашу модель сортировки. Я строки, которые у нас работают с моделями данных, вынес в отдельный такой разделчик внутри кода, чтобы было проще разбираться. И дальше то, что у нас было в документации, задаем для нашей модели сортировки модель исходной. Дальше нам нужно как-то еще, на самом деле, еще преобразовать код. Почему? Потому что нам вот в методе, который отдельно вынесли, мы здесь задаем эту модель нашу. SetModule. И у нас этой моделью была основная модель. Вот она. По документации нам нужно задавать представление не основной модели, а уже прослойку, чтобы она работала, в общем-то, представление работало с прослойкой. Вот это тоже нужно сделать. То есть нам, соответственно, вот здесь поменять указатель на модель, на которую мы ссылаемся. и это нужно сделать в трех местах, чтобы все три представления у нас работали с сортировкой. вот здесь, вот здесь, чтобы ничего не ошибиться. аккуратно. В трех местах мы это поменяли. да, и получается, что вот для выделения, для модели выделения тоже я несколько здесь подзабыл, что я тут делал. для модели выделения нам тоже надо указывать модель прослойку. В соответствии с той картинкой, которую мы здесь разбирали. Здесь тоже это важный момент. Иначе у нас будет путаница. И вот эта вот, кстати, строчка, она еще у нас приводит к одной особенности проектирования нашего. связана она с тем, это особенность, что мы при обработке данных от сортировки, мы использовали индексы. То есть у нас модель сортировки, вот эта вот, вернее, модель выделения, при обработке выделенных данных мы использовали индексы той модели, которую, собственно, задавал, задается для модели выделения. Это приводит к тому, что теперь нам будут поступать на обработку индексы не основной модели, а модели сортировки. Это важное замечание, потому что вернемся мы вот к спроектированной нами модели, попробуем ее внимательно посмотреть. Мы здесь много операций производим. Вот эти все операции у нас с основной, с нашими индексами происходят. В том числе, например, у нас есть, например, метод removeRowseFromData, куда передается список индексов. Или, например, какие-то другие написанные, опять-таки, нами методы. Все здесь происходит у нас с индексами, которые из основной модели. Если мы данные отсортировали, у нас наше представление ничего не знает про индексы, которые здесь в модели. представление будет оперировать с индексами proximal. И вот на этой стыке возможны проблемы. Например, у нас здесь есть вот такой вот метод в главном окне нашем, метод обработки событий, вызванных пользователем. И у нас есть событие добавления и событие удаления. В этих событиях мы используем результат работы модели выделения. и работаем с выделенными столбцами. Вернее, в данном случае, строками. rows – это у нас строки. И вот этот метод, поскольку мы в модели выделения задали модель прослойки, он будет возвращать индексы модели прослойки. А нам нужно получить индексы основной модели. Вот для того, чтобы это сделать, нам потребуется дополнительный метод, который я заранее написал. Трансформация индексов. Для модели прослойки есть метод mapToSource. Сейчас мы его найдем. Вот он. Он, по сути дела, преобразовывает индекс модели прослойки к основному индексу основной модели. Вот нам этот метод неплохо бы использовать. Собственно, это мы и делаем здесь. То есть мы берем в методе трансформации, на вход получаем список индексов модели прослойки. Дальше. Для каждого из этих индексов используем CycleFor. Для каждого из этих индексов вызываем метод mapToSource. И заполняем новый список индексов, который посредством конструкции move возвращаем дальше. И вот здесь, где мы используем модель выделения, а в данном случае мы ее в двух местах используем. Нам нужно преобразовать. Выполнить это самое преобразование, которое мы написали. Для этого мы комментируем старый цикл использования напрямую методы SelectRowse. и используем новый способ получения индексов через метод transform. Это важный момент, потому что если мы этого не сделаем, то у нас наша модель, вот здесь модул M, где мы тут пытаемся использовать ее, будет работать с индексами неправильными, что в общем-то может привести либо к краху, либо просто к некорректной работе. Поэтому я сейчас старые строки удалю, новые добавлю. И вот теперь, теперь в общем-то мы закончили с добавлением сортировки в наш проект. Попробуем собрать и убедимся, что у нас все работает. В общем-то можно модели прослойки писать самому, если нам каким-то образом не устраивает нас то, что уже написано. Например, мы хотим сортировать не так, как у нас сортируется, а также по-другому. Ну вот захотим каким-то образом по-другому осуществить сортировку. И в данном случае, кстати, это актуально. Сейчас у нас проект соберется и я покажу, чем может не устраивать у нас сортировку по умолчанию. В общем-то можно воспользоваться настройками модели сортировки. То есть видите, здесь достаточно обширный набор методов для класса модели прослойки. можно поковыряться с ними и как-то настроить сортировку. А можно самому написать либо сортировку, либо фильтрацию. И таким же образом использовать свою собственную модель прослойку. Смотрим, откомпилировалась у нас. Вроде откомпилировалась. Запускаем. Вроде все даже показывается. Ну и где же у нас сортировка? Сортировка не работает. То есть мы забыли что-то существенное раскомментировать. Сейчас посмотрим, что забыли существенно раскомментировать. А забыли мы раскомментировать. Вызов собственно метода setSortEnabled. Тот, который у нас здесь в документации был отдельно указан. Вот этот метод. Мы его не раскомментировали. То есть вроде у нас через прослойку все должно работать. Мы даже попробуем сейчас удалить, например, что-то. Удалилось. Добавить. Добавилось. То есть передача индексов через модель прослойку работает. Но при этом сортировка не выполняется. Почему? Потому что мы не включили эту сортировку в дереве и в таблице. Сейчас мы это проделаем. Завершим вкладку. Раскомментируем строчки. SetSortEnabled. Запустим еще раз сборку. После этого у нас должно все сработать хорошо. Вот таким образом мы с вами разобрали, как работают модели прослойки. И будем теперь переходить к делегатам. Вот к этому кругу, который у нас остался крайне у нашей технологии. ModelView, предоставляемой нам разработчиками библиотеки Qt. Будем разбираться с делегатами. Но все-таки проверим, что теперь сортировка работает. Вот видите, появилась стрелочка. Выглядит, на мой взгляд, не очень эстетично. При желании, вообще говоря, вот эти вещи можно менять. Но самое главное, что мы видим, у нас меняется теперь порядок следований элементов. Причем, как обратите внимание, он меняется во всех трех окнах. Мы нажимаем. Изменился. Нажимаем. Изменился. Теперь, допустим, нам надо поменять. Добавить еще один элемент. Добавить еще один элемент. Ну, например, в основной, в корневой уровень нашего дерева. И вот что я сейчас хочу сделать. Я хочу добавить элемент, который у меня будет из двух единичек состоять. Добавляю. И вот здесь обнаруживается проблема сортировки по умолчанию. У нас две единички следуют после единички, но перед двойкой. С точки зрения строк это нормально. С точки зрения цифр нет. Вот это пример не совсем устраивающего нас порядка сортировки по умолчанию. Вот если это произошло, либо надо ковыряться в настройках класса сортировки, либо написать свой класс, который будет сортировать так, как нам удобно. Но, тем не менее, как мы можем еще раз видеть, сортировка работает, причем работает по обоим столбцам. По одному и другому здесь мы видим, что сортируются данные и там, и там. Что и требовалось нам для реализации функциональности сортировки в проекте. Теперь пойдем дальше. Про делегаты. Делегат это у нас специальный объект, который позволяет нам некоторым образом оперировать с данными, представленными в представлении и в модели, и размещенными в модели. Например, менять их, как-то редактировать, отображать что-то по-другому. В любом случае это связано с редактированием. Вот здесь стрелочки обозначены английским словом editing, то есть редактированы. Ну а здесь отображение, то есть отрисовка, рендеринг. То есть когда нам нужно каким-то образом отредактировать данные, мы можем использовать для этого делегат. Можем, конечно, отдельно сделать виджет, который занимается редактированием, вызывается независимый виджет и потом вносит изменения в модель. А можно связать это дело с представлением и тогда это, собственно, будет тот же самый виджет, он будет называться делегат. Точнее, это некоторая обертка на редактирование. Как это работает в смысле кода? На это откроем документацию, которая посвящена модели представления. Найдем тут раздел делегата. Классы делегатов. Ну, здесь то, что я сейчас вам рассказал, изложено, может быть, несколько по-другому, более последовательно. И здесь же у нас представлен пример реализации своего собственного делегата. Ну, прежде чем мы этот пример будем разбирать, точнее, мы сами сделаем свой собственный делегат, разберем, как все-таки его использовать. Вот здесь, если прочитать то, что здесь написано про делегаты, увидим фразу SystemItemDelegateFunction allows you to install customDelegate forStandardView. То есть, вот этот метод setItemDelegate для представления, для любого представления, а это значит, что он у нас объявлен в классе AbstractItemView Вот он. Мы можем задать тот делегат, который нам нужно для изменения данных модели. И если обратить внимание ниже, здесь есть еще два других метода SetItemDelegateForColumn и SetItemDelegateForRow. То есть, мы можем не просто один делегат задать, а разные делегаты для столбцов и строк. Сдавать тоже можем. Давайте посмотрим, как это будет работать. Для этого мы давайте сделаем для начала не свой собственный делегат, а попробуем использовать тот делегат, который у нас уже есть. Какой, например? У меня здесь уже подключен StyleItemDelegate Ну вот, про него документация. Нам, по сути, его нужно подключить, создать и задать его для нашего представления. Давайте этим займемся. Для примера. Ну, например, сделаем делегат для нашей таблицы. вот здесь вот. Создадим. делегат. Создали. И для нашего представления установим созданный нами делегат. Вот. Вот. это ItemDelegate. Создали. 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 еще вот о чем поговорить. Вернуться к проектированию созданной нами модели данных. Вот она. Вот здесь у нас куча методов, которые мы переопределяли для того, чтобы с этой моделью работать. И здесь у нас есть метод SetData. Вообще говоря, в роликах мы его никак не определяли. То есть я его определил уже оффлайн, без вашего участия. Вот он, метод. Значит, этот метод он не объявлен абстрактным, поэтому мы его изначально не объявляли. Вот здесь вот методы, которые у нас чисто абстрактные, равно 0 написано. А этот метод так не объявлен, поэтому он нам изначально не требовался. Но делегат его, очевидно, использует, поскольку он, собственно, используется для редактирования данных. И, значит, каким-то образом он должен дать понять модели о том, что данные поменялись. Вот, собственно, этот метод SetData, он и служит для того, чтобы данные редактировать. Ну, для чистоты эксперимента давайте попробуем этот метод. вот он у меня объявлен. Закомментировать его содержимое оставить его только пустым. Я его закомментировал, напишу return true. на всякий случай уточним, что нам дает это true. return true x if successful. return true if successful. Ну, в общем-то, мы будем сообщать делегату и вообще реализации нашей технологии о том, что мы данные вроде как задали, не о чем беспокоиться. Никакой ошибки. Пробуем собрать. Пока собирается, я еще раз проговорю, о чем идет речь. То есть мы пытаемся использовать делегат. мы его создали. Задали его представлению. То есть, обратите внимание, делегат работает с представлением. Он не работает с моделью вроде как. Но поскольку представление работает с моделью, соответственно внутри представления происходит вот эта смычка делегата и модели. Делегат нам нужен для редактирования. Значит, нужно каким-то образом дать понять модели о том, что у нас происходит это самое редактирование. И для этого нам, собственно, нужна функция setData. Поскольку вначале мы ее никак не определяли, то в данном случае у нас результат должен привести к тому, что делегат будет показываться, демонстрироваться, но никакого редактирования происходить не должно. У нас все откомпилировалось. Пробуем запускать. вот уже набившее оскомину нам окошко с тремя под окошками. Пробуем редактировать. Я сейчас двойной клик сделал на клеточке. И у нас, вот видите, запустилось окошко редактированное. Во-первых, у нас тут все стерлось. это уже нехорошо. По идее нам нужно, чтобы здесь единичка была введена. Ну, во-вторых, окошко какое-то у нас получилось не совсем казистое. Ну, да ладно. Пробуем вводить данные. Нажимаем Enter. Данные не поменялись. Ну, собственно, то, что и ожидалось от той реакции, которую мы сейчас реализовали. То есть, метод не определен, setData, в результате делегат работает сам по себе, но редактирование данных не происходит. Вот это, собственно, и есть тот самый делегат. То есть, он создает небольшой виджет для редактирования, где мы можем ввести данные. И дальше эти данные, по идее, должны передаваться модели. Завершим приложение и давайте разберемся, как нам это реализовать в функции SetData. В общем-то, эта функция похожа на функцию Data. SetData и Data это две смежные функции. И если вы помните, мы в функции Data, сейчас я ее найду, вот она, мы разбирали там разный вывод данных для разных ролей. То есть, у нас был дополнительный здесь параметр Roll, и мы в зависимости от роли, то есть, DisplayRoll это у нас отображение, DecorationRoll это картинка была, это у нас форматирование текста, ролл и так далее. мы для этих разных ролей выдавали данные. Ну, аналогичным образом можно сделать и функции SetData, но здесь я не стал сильно сложно реализовывать ее, для демонстрации достаточно нам одной роли, собственно, EditRoll, то есть, редактирование, то есть, редактирование. И дальше, то есть, данные у нас передаются в параметры типа Variant, Value, и какие данные менять, указывает, на это указывает Index. то есть, мы здесь сделали как для роли EditRoll, используем оператор Switch, получаем, собственно, ссылку на элемент с помогательным методом нашего класса. И дальше, в зависимости от того, какая у нас колонка, либо для этого элемента данных устанавливаем Name, либо поле Text. У нас, напомню, в нашей модели, так, это Delegate, модель, вот она. В нашей модели у нас, модель состоит из элементов данных, у которых два поля, Name и Text. Ну, соответственно, в зависимости от колонки, мы создаем либо Name, либо Text. Все достаточно, в общем, просто. Единственное, что здесь стоит еще также упомянуть, что этот метод у нас испускает сигнал DataChanged. Если внимательно почитать описание метода SaveData, вот здесь написано, что DataChanged Signal should be emitted if Data was successfully set. То есть, сигнал должен быть испущен, выброшен, лучше, конечно, испущен, говорить, если данные были успешно заданы. то есть, это еще такая особенность метода SaveData. Вот если так нам сделать, то, получается, у нас должно работать редактирование. Запустим сборку. И пока собирается, обсудим вот что. делегат, который мы наблюдали, он нам выводит текстовое поле. Во-первых, это поле текстовое. Пустое. Нам это не очень нравится. Во-вторых, поле какое-то маленькое. И плюс, неплохо бы, чтобы у нас какая-то была более умная функциональность редактирования данных. То есть, не просто там ввод текста, а что-нибудь более интересное можно было бы сделать. с вводом или редактированным данных. Стандартный делегат нам это сделать не позволяет. И вот над этим мы сейчас поработаем. Но прежде чем над этим поработать, проверим, что делегат работает корректно. Включая редактирование данных. Пробуем ввести информацию. Информация отредактировалась. То есть, теперь у нас все нормально. Все хорошо работает. Причем, как можете видеть, автоматически изменяется порядок следования элементов, поскольку у нас сортировка идет по второму полю. Если у нас сделаны здесь изменения, порядок следования не поменяется, потому что сортировка по-прежнему по первому полю. если мы включим сортировку по этому полю, то сортировка сработает корректно. Обратите внимание, у нас элемент ушел не в самый низ, а именно вниз по иерархии. То есть, только для второго уровня иерархии у нас произошла сортировка. Что тоже, в общем-то, это очень корректно и хорошо, что нам не пришлось это самому реализовывать. За нас эта библиотека сделала. Ну, теперь вернемся к делегатам. То есть, библиотека нам предоставляет стандартные делегаты, но и сообщает о том, что в описании библиотеки нам сообщается о том, что мы можем создать и свой собственный делегат. Ну, кстати, вот здесь приводится пример в разделе, касающийся, опять-таки, технологии Model View. Но он не единственный пример. Вот в качестве самостоятельного разбора предлагаю вам также вот такой делегат. Посмотреть здесь разбирается вариант для реализации делегата с отображением вот такого прогресс-бара в клеточке. Тоже интересный вариант. То есть, здесь уже в меньшей степени представлено редактирование, а в общем-то это просто отображение информации. То есть, то, что касается функции рендеринг. Разбирается пример. То есть, вместо вывода текста можно вывести, например, прогресс-бар. Давайте мы с вами для демонстрации возможности реализации собственных классов делегатов вот какую функциональность реализуем. То есть, у нас данные вообще говоря текстовые во всех ячейках. Но мы можем этот текст вводить в виде чисел, в виде букв. То есть, этот текст может содержать как числа, цифры, так и буквы. Ну, давайте сделаем так. Если у нас ячейки записаны, если ячейка будет содержать только цифры, то есть, целое число, мы будем в качестве редактирования открывать виджет Spinbox. То есть, Spinbox это там, где у нас окошко, там число в этом окошке, и мы стрелочками вверх-вниз можем увеличивать, уменьшать число. А если у нас какие-то символы в строке представлены отличные от цифр, тогда мы будем открывать стандартный виджет редактирования текста. Ну и при этом задавать значение, текущее значение в этот виджет, чтобы мы могли не заново постоянно это значение вводить, а редактировать его. Вот такой функционал мы с вами определим для проектированного нами делегата. Для этого создадим класс. вот он. Который будем наследовать вот styleitemdelegate. Ну там есть и другой класс, то есть styleit есть, а есть просто itemdelegate. Для тех, кто хочет посмотреть, чем они отличаются, посмотрите документации. В описании класса styleitemdelegate можно можно посмотреть где это есть. про это написано. Мы на это отвлекаться не будем, а сразу возьмем делегат styleitemdelegate, от него отнаследуемся, создадим наш класс экзампл делегат и определим для него функциональность. Какую? Это документации вот тут отражено. Здесь приведен пример, нам нужно собственный конструктор сделать. и четыре метода. Один метод создания виджета для редактирования данных create-editor. Один метод для задания данных, которые мы будем редактировать в созданном виджете. Один метод для извлечения данных из этого виджета, редактирования и помещения этих данных в модель. И данных для так называемый метод update geometry. Это метод, который у нас задает собственно рамки для виджета редактирования, которые мы будем использовать. В этих рамках будет этот виджет отображаться. То есть это нужно для того, чтобы масштаб отображения виджета соблюдался в зависимости от размера экрана, размера ячейки и так далее. Здесь в общем-то примеры этих методов приведены. Мы их напишем сами. Сохраним только один метод из примера. Это вот update geometry. Он будет стандартным. Для соответствующего редактора будет вызываться geometry и все. Не будем здесь заморачиваться никак. А вот эти три метода сделаем сами. Что нам потребуется? Здесь при создании создании редактора нам потребуется определить содержимое той ячейки, для которого мы создаем редактор. на ячейку указывает ModelIndex. Причем вот здесь я бы хотел обратить внимание, что здесь индекс передается для нашей прослойки. Соответственно, если мы будем пытаться данные брать из этого индекса, а потом из них сами вычислять позицию конкретной ячейки, переходить в модель данных, там как-то оперировать, то это может вызвать проблемы дополнительные. Нам здесь потребуется то же самое преобразование, которое мы рассматривали, когда сортировку реализовывали. Но мы можем использовать метод дейта для класса ModelIndex. Он просто сам объект класса обращается к соответствующей модели, вся эта канитель через прослойки выполняется самостоятельно и обращает те данные, которые нам нужны. Далее эти данные мы можем преобразовать в строку, что угодно с ними делать. И здесь же нам нужно собственно решить задачку определения, что у нас в этой строке цифры или буквы. Для этого мы воспользуемся новой конструкцией нового стандарта языка C++. Это регулярные выражения. Вообще говоря, регулярные выражения есть и в Qt, в библиотеке Qt. Ну, это мы потом переделаем. А здесь просто я для демонстрации того, что в нашей среде разработки используется новый стандарт. Работает все хорошо. Я взял использую объект стандартный объект библиотеки stl.regex. Задаю это у нас по сути регулярное выражение определяющее правило для строки, которое должно содержать только цифры. Ну, здесь достаточно простое правило d плюс. d это цифра, плюс это одна и более цифр. Дальше используется вызов метода regxMatch, то есть совпадение. И в этот метод должна передаваться stl строка. Для этого выстраивается вот такая цепочка, то есть для индекса получаются данные. Эти данные возвращаются в виде variant. Данные преобразуются к строке. Строка утешная. поэтому метод regxMatch про эту кутешную строку ничего не знает. А значит ее надо преобразовать к stl строке. То есть std string. Поскольку у нас здесь цифры, а если не цифры, тогда в общем-то не важно, значит нам тут не важна кодировка. Строки у нас в куте про это нужно отдельный ролик делать. Поэтому мы просто преобразовываем к stl строке, ничего мы здесь не потеряем, ничего не произойдет, используем и проверяем совпадение. То есть если у нас эта строка совпадает с регулярным выражением, которое мы здесь определили, тогда мы создаем, это значит, что в строке только цифры, а значит мы можем ее рассматривать как целое число, и значит мы можем создавать редактор в виде спинбокса. В противном случае мы создаем редактор обыкновенное поле, текстовое поле для редактирования. Вот такой у нас метод создания редактора. Дальше. Для методов редактирования, вернее, задания данных в редактор и задания данных в модель. Здесь я сознательно допустил повторение кода. Здесь даже визуально видно, что очень все похоже. поскольку решить проблему повторения кода это здесь отдельная задачка. Ее надо будет отдельно разобрать. Про это поговорить интересно получилось. Но пока что я поясню в чем тут как бы суть. Здесь используется свойства виджетов кутешных 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 виджетов в библиотеке Qt есть специальный метод мета-обжект. Это описание объекта. Поскольку у нас мы создали два разных виджета, нам надо посмотреть, что это за виджет такой. То есть мы можем использовать для этого динамическое преобразование указателей. используя как раз механизм виртуальных функций проверить какой мы виджет данном случае используем а можем использовать meta object а у meta object то есть метод классный который возвращает либо к spin box либо к line edit в зависимости от того что у нас было создано и вот эту вот конструкцию мы можем использовать для того чтобы проверить из какого виджета мы получаем информацию для чего все так запутанно и сложно это связано с тем что в библиотеке cute есть один небольшой недостаток заключающийся в том что там не совсем стандартизованные методы разных виджетов частности для метода для класса line edit у нас есть метод setText и текст здесь пролистать вот у нас есть метод текст есть setText то есть свойство текст у него есть метод текст и setText а для класса spin box такого метода очевидно нет потому что он работает с числовыми данными и для него есть метод value и set value соответственно нам нужно в зависимости от того с каким объектом работаем объектом какого класса использовать тот или другой метод вот тут вот это вот и происходит то есть используя мета объекта классные мы проверяем какому с каким классом мы работаем дальше выполняем динамическое преобразование dynamic cast к соответствующему указателю проверяем что у нас преобразование прошло корректно в режиме укладки проверяем и данном случае используем метод setText а если у нас spin box тогда используем метод с этого ну соответствующим преобразованиями строке либо число аналогичным образом для задания модели данных то есть данном случае только используем стандартный метод setData и туда передаем данные из соответствующих виджетов опять-таки используя нужный нам метод выглядит не очень красиво вот повторение кода как от этого избавиться как я говорю поговорим не в этом ролике как я уже сказал но должно работать таким образом у нас делегат в общем-то не выглядит большим классом всего несколько методов нам нужно переопределить и в общем-то выполняет достаточно примитивные действия сложно здесь заключается только в том что мы для разных типов данных используем разные редакторы что в общем-то мы сами себе осложнили задачу если мы этого не делали тогда все выглядело еще проще делегат мы написали но как теперь его включить для этого мы уберем тут делегат который мы тут уже создали вот он этот код нам уже не нужен добавим создание делегата там где у нас создаются модели данных и нам теперь этот делегат нужно передать всем трем представлениям а настройка этих представлений у нас происходит внутри созданного нами метода обобщающего для этого нам придется добавить в этот метод еще один параметр делегат поскольку он у нас один то мы можем просто это же включить в шаблон то есть еще один тип делегата включить шаблон нашего метода здесь готова уже конструкция она отличается от старой тем что нам передается дополнительным параметром делегат делегат и он сдается представлению вызова метода set item делегат собственно все можно было сделать два делегата один делегат сделать для спинбокс другой для line edit виджетов и задавать эти делегаты например для разных колонок тогда бы у нас первая колонка например была бы только числовой вторая только текст но это зависит из того что нам требуется для функциональности а здесь мы сделали более гибко то есть если у нас данные числовые мы их редактируем виджетом спинбокс если текстовые редактируем виджетом line edit вот вроде все мы проделали давайте попробуем собрать получившийся проект надеюсь что ошибок у нас не будет а вот уже вижу что ошибки будут здесь забыл я добавить еще один параметр метод пока компилируется а потом этот файл у нас пересоберется ну дождемся когда все остальное откомпилируется а потом этот файл у нас пересоберется таким образом мы в общем то с вами разобрали разобрали возможность реализации своих собственных редакторов для данных моделей технологии model view и эти редакторы мы можем прям встраивать в отображение опять таки это кому как нравится кто как проектирует интерфейсы кому то может быть удобнее сделать отдельные виджеты независимые которые будут все данные редактировать это тоже возможно а можно сделать и вот делегаты которые мы с вами разобрали вот все нормально откомпилировалось то есть успел поменять данные до того как у нас компиляция дошла до этого файла пробуем запускать так все запустилось пробуем менять значит здесь запускается у нас line edit как видите у нас line edit размер соответствует ячейке в прошлый раз у нас так не было данные у нас сохранились ячейки это за счет функции set editor data реализованный делегате и мы эти данные можем редактировать нажимаем enter вот все у нас отредактировалось аналогичным образом попробовать здесь вот сортировка работает все хорошо и давайте попробуем редактировать численные данные здесь двоечка работает единственное что здесь конечно стоит заметить что да вот поменялись данные все хорошо по умолчанию у нас когда создается спинбокс там порог значений по моему до 100 до единицы до 100 вот от нуля минус единицы не получается ввести да и 99 до 99 то есть получается у нас 100 ввести нельзя но это то ограничение которое конечно можно всегда поменять вот тем не менее принципиально у нас функциональность работает то есть разные редакторы вызываются для разных данных и это все автоматически определяется получилось достаточно элегантно элегантно но но какие проблемы у нас остались вот в этих всех наших реализациях поскольку я вам реализовывал эти примеры чтобы было понятнее в коде во первых у нас возникло повторение кода с две функции set-editor-data и set-model-data выглядят очень одинаково но в то же время они несколько разные про это поговорим отдельно но с этим точно что-то надо делать обязательно это надо поправлять следующий момент значит у нас теперь активно используются сложные конструкции с модельными прослойками и это приводит к тому что у нас активно используются вызовы методов data set-data и в делегатах они используются и везде в ряде случаев эти методы могут серьезно замедлить работу с данными особенно если данных много почему потому что вот если мы еще раз посмотрим на реализацию этих методов data set-data то здесь идет постоянное преобразование методы принимают на вход и возвращают тип вариант а оперируют с различными типами например стринг или числа и постоянно идет преобразование от типа вариант то есть универсального типа для хранения разных данных к строкам и назад аналогичная ситуация у нас с лишним преобразованием происходит и здесь когда мы строку qstring преобразовываем к стрельной строке вот здесь вот это в общем тоже лишнее преобразование в большинстве случаев для реализации графического интерфейса это вообще не важно то есть в общем то данных когда мало когда преобразование не такие частые то в общем то все можно оставить так с точки зрения скажем так программирования требующего наибольшей эффективности а собственно c++ это у нас именно такое программирование и реализация графического интерфейса на c++ может потребоваться именно в случае с эффективной обработкой данных вот такие вещи у нас могут выйти боком и в одном из следующих роликов мы поговорим как с этим бороться тем не менее на текущий момент мы с вами разобрали большую тему это тема касающаяся технологии модель представления делегат реализованный библиотеки qt который позволяет нам данные хранить в одном месте представлять их в разными способами и все это в общем то отчасти делает библиотека за нас несмотря на то что кода мы написали в общем то немало но и немного попробуйте представить себе если бы вам пришлось самостоятельно реализовывать вот такие универсальные конструкции которые мы здесь только используем не скажем так и процентов только на 20 на 30 используем возможности этой технологии не реализовывая самостоятельно вот эти все преобразования универсальные и так далее в дальнейших роликах мы будем разбирать вот те частности которые нашли сейчас и пойдем дальше к графическому представлению данных которое тоже важно при реализации достаточно сложных графических интерфейсов а на сегодня все всем счастливо до следующего ролика и и и и и и и и